За прошедший месяц Сирийской Арабской Республики произошли коренные изменения. В результате активных действий сирийских правительственных войск территория, контролируемая группировкой ИГИЛ, сократилась на 5 841 квадратный километр, а террористов освобождены 142 населенных пункта. В то же время, в конце сентября главарями ИГИЛ была предпринята попытка масштабного контрнаступления вглубь территории Сирии, в котором участвовало около 3000 боевиков. Эта группировка создавалась в том числе за счет переброски отрядов из Ирака. Из иракских провинций Анбар и Найнава, где проводится операция сил Международной коалиции возглавляемой США, сирийскую границу в районе города Абу-Кемаль перешли более тысячи террористов с танками, РСЗО и артиллерией. Кроме того, из зоны в районе населенного пункта Эт-Танф, контролируемой Соединенными Штатами Америки, позиции правительственных войск атаковало еще 450 боевиков ИГИЛ. В результате решительных действий правительственных войск при поддержке ВКС России террористам не удалось добиться своих целей, контрнаступление ИГИЛ было сорвано, основные силы бандформирования уничтожены. Вместе с тем отдельным группировкам боевиков все же удалось заблокировать дорогу Эссухне-де-Резор, а также выйти к городу Эль-Кариатейн. В настоящее время операция по освобождению города и разблокированию дороги полностью завершена. Все бандформирования ликвидированы. Успешно развивается наступление сирийских войск в районе Дер-Резора. Штурмовые отряды генерала Хасана Сухила при поддержке российской авиации полностью освободили правобережье Ефрата, северо-западнее и западнее города, установив контроль над территорией общей площадью 4600 квадратных километров. За последние 10 дней подразделения генерала Сухила с боями продвинулись на 37 километров в юго-восточном направлении от города, очистили от боевиков 813 квадратных километров территории и вошли в Ми-1, являющийся сегодня самым крупным населенным пунктом, остающимся под контролем ИГИЛ. В нем террористы рассчитывали создать мощный и укрепленный район и стягивали туда свои последние, наиболее боеспособные силы. В настоящее время город полностью блокирован, завершается освобождение его центральных кварталов, расширяется плацдарм на восточном берегу реки Ефрат, успешно развивается наступление в северном и южном направлениях от него. В интересах бесперебойного материально-технического обеспечения группировки и доставки гуманитарной помощи мирному населению инженерными подразделениями сирийской армии при помощи российских военных специалистов наведены три понтонные и одна мостовая переправы через Ефрат. Все эти действия стали возможны благодаря массированному огневому поражению противника, в первую очередь авиации, интенсивность применения которой за последнее время увеличена в полтора раза. За прошедшую неделю только в районе Дер-Изора самолетами ВКС России выполнено 383 боевых вылета. Поражено 993 цели террористов ИГИЛ. По наиболее важным объектам террористических группировок за последний месяц нанесено три массированных ракетно-авиационных удара, в том числе с применением крылатых ракет воздушного базирования ХАС-101, самолетов Ту-95 и морского базирования «Калибр» с подводных лодок. В результате высокоточным оружием большой дальности прямыми попаданиями уничтожено 37 целей. Это склады вооружения боеприпасов, места скопления боевиков и техники, узлы связи и пункты управления террористов. Особое внимание уделялось уничтожению главарей банформирований. С начала октября уничтожен 31 из них. Так, 3 октября тяжелейшее ранение получил лидер Джабгата Нусры Абу Мухаммед Аль-Джуляни, ликвидированный начальник службы безопасности этой организации Ахмад Аль-Гизаи, ее полевые командиры Хусем Махсум, Ахмад Халец Али Ас-Завави и другие. В центральной части Сирии подразделения правительственных войск полностью ликвидировали отряды ИГИЛ, окруженные в районе города Акербат. За прошедший месяц террористы ИГИЛ выбиты из 57 населенных пунктов. Установлен контроль над двумя стами 36 квадратными километрами территории. Продолжают функционировать зоны деэскалации на юге Сирии, в районе Восточной Гуты и на севере провинции Хомс, а также зона деконфликтации в районе Тель-Рифьята. Соблюдение режима прекращения боевых действий в них обеспечивается военнослужащими российской военной полиции. В то же время из зоны деэскалации ИДЛИП бандформирования Джибгата Нусры с 19 сентября предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама. Наступление было остановлено, террористы отброшены в исходное положение, им нанесен существенный ущерб в живой силе и технике. Всего уничтожено 2400 боевиков, 27 танков, 21 РСЗО, 14 БМП, 160 пикапов, 25 минометов. В настоящее время положение в этой зоне деэскалации стабилизировано. С сегодняшнего дня начато выставление сил контроля режима прекращения боевых действий непосредственно в зоне деэскалации. В то же время отмечается переброска отрядов террористической группировки Джибгата Нусра и подконтрольных ей бандформирований из северных районов провинции ИДЛИП на юг и юго-восток. Не исключается попытка повторного наступления боевиков на город Хама. Сирийскими войсками и авиацией ВКС России предпринимаются все меры для недопущения прорыва бандформирований из данной зоны деэскалации. Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по налаживанию мирной жизни в освобожденных от террористов районах Сирии. В течение месяца проведено 36 гуманитарных акций. Жителям провинции Алеппо и Дамаск доставлено более 74 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Всего за время работы Центра проведено 1645 акций. Жителям передано около 2233 тонн продовольствия. Кроме того, при содействии Российского Центра по примирению враждующих сторон организовано 13 гуманитарных конвоев ООН. Врачами Госпиталя Минобороны России медицинская помощь за месяц оказана более чем 2000 сирийцев. В общей сложности лечения и консультации российских специалистов получили порядка 60 тысяч мирных жителей. Одной из наиболее острых проблем на освобожденных от террористов ИГИЛ территориях является наличие большого числа взрывных устройств, оставленных боевиками, и неразорвавшихся боеприпасов. Для оказания помощи инженерным подразделениям сирийской армии в район Дер-Изора направлен сводный отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации. В его состав входят 171 военнослужащий и 40 единиц техники, а также 10 специально обученных минно-разыскных собак. На сегодняшний день российскими саперами разминировано 838 зданий и 87 километров дорог. От взрывоопасных предметов очищено около 299 гектаров территории. Обезврежено 24 тысячи мин и самодельных взрывных устройств. В заключение отмечу, что на сегодняшний день под контролем ИГИЛ остается 14 800 квадратных километров. Что составляет менее 8% сирийской территории. ВКС России продолжит операции против боевиков террористических группировок ИГИЛ и Джабгата Нусра до их полного уничтожения. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...